В Центральной городской библиотеке прошла встреча с писателем Алексеем Сальниковым. На ней он ответил на вопросы читателей. Одним из главных был о детстве и начале карьеры. Я сначала учился в школе, потом в сельхозакадемии, потом забил на сельхозакадемию, потом перебежал на курсы к Казарину в театральном институте литературного творчества. Моналог литературного института, только Екатеринбургский. Но там все слишком переросло быстро в дружбу, я просто стал публиковаться и все. Алексей Сальников – уральский писатель в жанре магический реализм. Опубликовал за свою карьеру три романа и четыре сборника стихов. Самым преданным читателем, по его мнению, является жена, которая всегда объективно оценивает его работу. Но не только супруга Алексея Сальникова любит его романы. Люди разных возрастов предпочитают его произведения и жаждут встречи с ними. Все произошло внезапно. Я нашла на сайте Нижнего Тагила объявление о том, что приезжает Алексей Сальников. И с его творчеством я познакомилась в начале этого лета буквально. Просто подруга предложила мне почитать собственную Петрову в гриппе. И прочитав ее, меня прям захватило его творчество. Я прочитала и следующую книгу опосредованно. И в нее просто буквально влюбилась. Подобные встречи с разными писателями в Центральной городской библиотеке проходят несколько раз в год. Мы стараемся, конечно, приглашать сюда наших уральских писателей. Ну, потому что, конечно, до московских, до петербургских мы не всегда можем дотянуться. География страны очень большая. Но уральские писатели, вы знаете, к нам с удовольствием приезжают. И вот сейчас получил премию НОС. Это престижная литературная премия. Роман Петровый в гриппе и вокруг него. Роман Алексея Сальникова. И мы очень захотели пригласить к нам в библиотеку этого автора. Сейчас Алексей Сальников работает над еще одним произведением, которое должно увидеть свет уже этой зимой. О чем оно, пока автор умалчивает. Денис Лавров, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тегил ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ.